Марину Логинову, туристку, пострадавшую на отдыхе в Таиланде, ее муж хочет отправить в Екатеринбург на лечение в клинический институт мозга. Мужчина убежден, что только там его супруги смогут оказать нужную помощь. По совету врачей той же больницы, есть в Екатеринбурге институт мозга, где проводится довольно-таки, ну у нас в регионе, наверное, одна из лучших реабилитаций именно таких пациентов. То есть, ну там, как бы, стоимость одного дня в том состоянии, в котором она сейчас будет стоить где-то 25 тысяч. Дальше, если будут какие-то улучшения, ну, соответственно, будет цена, да, снижаться. Алексея Логинова не устраивает, что врачи Челябинской областной больницы, где сейчас находится Марина, не позволяют ему проводить много времени в палате реанимации. Пускают максимум на два часа. Также Алексей заявляет, что у его супруги появились пролежни, которых не было в тайской больнице. Челябинские медики отказываются говорить на камеру о состоянии пациентки и ходе лечения, а также не сообщают, можно ли сейчас транспортировать женщину. Тем не менее, родные Марины уже объявили сбор средств на перевозку в Екатеринбург. Флешмоб и благотворительный концерт прошли в торгово-развлекательном комплексе на северо-западе города. Выступили около 10 артистов, вокалисты, танцоры, музыканты. Удалось собрать почти 29 тысяч рублей, но этого хватит лишь на день в клинике. Напомню, что Марина Логинова в конце октября в Таиланде упала с велосипеда, получила травму головы и впала в кому. Месяц она провела за границей, ее нельзя было перевозить на родину. Неделю назад женщине стало лучше, ее доставили в Челябинск спецбортом. Расходы на себя взяла область. Продолжение следует...